вам большое. Вацала Прабу. Ну а осознанность и практика, вообще само по себе понятие практика, оно же не только в сознании Кришны, правильно? Вы сейчас хорошие примеры приводили. Как все-таки добиться, чтобы практика перетекла в эту осознанность? То есть, где этот катализатор? Это же достаточно сложно. Чтобы практика стала осознанной? Да. То есть, есть люди, которые неосознанно практикуют. Конечно, я думаю, да, можно. И в какой-то момент они раз и говорят, а давай теперь я буду осознанно делать. Когда это случается, да? Обычно, когда человек приходит в сознание Кришны, начинает общаться с преданными, бывает так, что его сильно еще не интересует сознание Кришны. Он не знает об этом, он не знает, что такое сознание Кришны. Для него сознание Кришны это хорошие люди, хорошие запахи, вкусная еда. Знаете, ему было скучно, тоскливо. Он стоял в осенний день и думал, а может быть, мне покончить с собой. И тут Харинама, яркие люди. Говорит, пойдем с нами. Он говорит, ничего себе. Он увлечен этим потоком, идет вместе с ними и думает, ну классно с ними жить. Он приходит в храм и там говорят, знаете, любовь к Богу. Он говорит, да, да, да. И начинает делать то же, что делают они, но, ну потому что это так принято в этом обществе. И в какой момент для него вот это, и он делает, потому что это надо, я нахожусь в этой организации с этими людьми, у них так принято носить индийскую одежду, ставить, красить нос там и все такое. И получить инициацию, мне даже гуру нужен. Почему нет? У всех есть гуру, мне тоже нужен гуру. Но в какой-то момент человек может перейти на другой уровень. Когда его действительно заинтересует, знаете, служить Богу просто так, потому что он удивительная личность. И даже, ладно, перед тем, как Богу, что вот есть гуру, и я, знаете, серьезно принимаю ту философию, то понимание мира, которую есть у него. То есть я действительно об этом задумался и думаю, а как мне это воспроизвести в жизни? Ну то есть я как-то вот повторяю мантру, ну там вместе с телефоном, там поглядываю, периодически есть там почта или нет. Перечислили мне деньги на баланс ТВ. Как у нас называется канал? Кришна ТВ. Кришна ТВ. Перечислили мне деньги на Кришна ТВ или нет? Нет. Он понимает, что мне нужно делать так. Я хочу, не то, что мне нужно. Я хочу делать так, как просит меня духовный учитель, как пишет Шила Прухлада. Я хочу попробовать это. Это же интересно. И вот с этого момента человек начинает подключать свой разум для того, чтобы воспроизводить в своей жизни на уровне тела, на уровне речи и самое главное на уровне сознания то, как ведет себя Вайшнав. Вайшнав, который стремится к чистому преданному служению. И вот когда человек начинает так действовать, это значит, что в его сердце поселилось, проявилось семя преданного служения, бхакти-лата-биджа. То есть до тех пор, пока человек серьезно этого не воспринимает, то бхакти-лата-биджа еще не посажена в его сердце. Она где-то рядом лежит, ждет момент, но она еще не посажена. Но как только человек начинает это делать, да, надо повторять мантру так, как меня гуру Дэв учить, да, нужно следовать этикету, так, как меня учат Гуру и Кришна, потому что им это нравится, я хочу это делать. Вот с этого момента начинает расти росток бхакти, сердце, чистой бхакти, и это осознанная практика. То есть оно как, почему, какими, что может побудить человека к этому? Общение с Вайшнавами, конечно же. Когда люди приходят даже с разными мотивами, просто общаются с преданными, А преданные постоянно говорят о чистом преданном служении, рассказывают Лилы Кришне, Лилы Господочитании, говорят об анардхах, что это нехорошо, и в какой-то момент, знаете, ну проникает. Поэтому, как говорил один старший Вайшнав, проповедник, Видура Прабу, был такой, есть такой великий преданный, Он говорит, такой пример очень красивый привел, он говорит, что есть бочка, и в ней солят огурцы. И вот чтобы огурец просолился, надо не вытаскивать его из рассола. И вот в какой-то момент, находясь в рассоле, он просолится и станет соленым огурцом. Вот точно так же, если человек, с какими бы мотивами он не был в начале, Но если он остается в обществе преданных и не хулиганит там, никого не обижает, не оскорбляет, то в какой-то момент он может созреть для того, чтобы принять, принять это, сознательно принять это сознание Кришны.